Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас просто сказочная тема Почему сказочная? Потому что речь пойдет о Рундельском дворце-музее И о тех людях, без которых Эта сказка не состоялась бы Этих людей в истории музея было несколько И мы, наверное, лучше всех знаем О роли Иманта Лансманиса Многолетнего музея Директора этого музея И фактически создателя Того облика Рундела, который мы знаем сегодня Но был человек-энтузиаст Лаймани Слепа Который добился, чтобы В одной маленькой комнатке дворца Был основан музей, учрежден И этот шаг способствовал тому Что музей был включен в план реставрации Во всесоюзный план реставрации И начали приезжать специалисты Из Ленинграда Реставраторы, которые понемножечку Понемножечку начали восстанавливать Исторический облик Этой, поистине, жемчужины Наверное, латвийской культуры Сегодняшней И Безвременная смерть этого человека Фактически Сделала его практически неизвестным Сегодняшним слушателям Сегодняшним нашим современником Может быть, мы когда-то о нем расскажем поподробнее Но сегодня речь не об этом Потому что действительно В истории этого дворца-музея Некоторые люди Сыгравшие значительную роль В том, чтобы он стал таким, Как мы знаем его сегодня Остались Ну, как бы Безвестности Вот И один из таких людей Ну, может быть, он не совсем безвестный Но, по крайней мере, не столь известен Как директор Ланспанис Сегодня с нами на связи по скайпу Из своей квартиры Врундалы Это Елена Форсте Это человек, который создал бренд Церемонии ЛВ Который занимается реставрацией Восстановлением исторического костюма И очень много знает об истории этого дворца Его обитателей Рабов эпохи Рококо И позднейших эпох Елена Форсте Сегодня с нами на связи Добрый день, Елена Добрый день Итак, почему Елена Форсте Сыграла роль В восстановлении этого дворца Мало кто знает о том, что Последний этап реставрации дворца Был связан именно с ролью этой скромной женщины Искусствоведа Которая работала гидом когда-то в Рундальском дворце Но и сейчас работает, ведёт экскурсии Но однажды она обратила внимание на человека Который каким-то необычным взглядом Озирался вокруг Бродя по галереям музея И она подошла к нему И заговорила Лена, расскажите, пожалуйста Что это был за человек И с чего началась эта история И чем она закончилась Да, я очень горда Тем, что я встретилась с Эленом Веком Это Борис Тетерев И это произошло в 1997 году Да, они молодые Идея, летом это было Зашли сценарий В центральном вестибюле Вот, а я как раз тогда работала гидом Можно даже сказать, что была руководителем гида И я человек такой открытый Я не жду, пока вот пройдут Я вижу, если вопрос в глазах человека То я иду ему навстречу И так и получилось Я спросила Может, вы хотите что-нибудь вам показать Он говорит Да, конечно Расскажите Мы вот тут заехали Я так поняла, что по пути заехали И мы пошли по дворцу Зашли до белого зала Там стоял рояль Старинный Не тот, который сейчас стоит Да, он современный А тогда еще такой И он говорит Можно сыграть? Я говорю, пожалуйста Сейчас-то уже так Это невозможно Все так закрыто На ключи Тогда было по-другому Он сел Стал играть Очень красивую мелодию Я подумала Ну, наверное, музыкант И Но как-то мне спрашивать было неудобно И вообще гидам не принято спрашивать Да, у людей Кто вы такой, да? Ну, да Пошли дальше Ну, открыто было на тот момент Радных залов Может быть Около половины Чуть меньше Дошли мы до спальни герцога Ну, это в центре, да? Уже центральный корпус А там дальше закрыто Там шла реставрация А в западном крыле Вообще там еще ничего не начиналось Фактически Бывшая школа, да? Но я не знаю, почему Я его туда повела В этот хаус Вот Не, ну, он, наверное, спросил Как это Наверное, это какой-то вопрос был И все Что там за этими таинственными дверями, да? Что там за дверями, да? Или как-то так И дошли мы до Будуара герцогини Ну, вы все знаете, наверное Были Это с прекрасной нишей Такое помещение шикарное На потолке Ну, полифромная лепка С серебром Зеркало Прекрасное Ну, тогда это было Ужасно Тогда это были развалины Фактически, да? Ну, это была Бывшая учительская И там, конечно Перекрашено Что-то было Вот это единственная Печь Которая была Тоже отделана Стюковой лепкой Во дворце, да? Печь Вот Все же израсовые И эти отбиты были Ее Эти лазончики Наверху Ну, ну, да Фотографии даже Сохранились у меня Где-то И он говорит Ну, а В чем дело? Почему Это все стоит По такому Жутком состоянии Тарококо Причем в истории Он так довольно-таки Углубился Я говорю Ну, нет денег И тут, знаете Вообще сразу вопрос Сколько Надо было бы На денег На восстановление Вот этого Прекрасного Помещения Да Я, наверное, рассказала Как им должно быть Я говорю Ну, вообще Не имею понятия Он говорит Ну, так узнаете Поинтересуетесь Дайте знать И вставил мне телефон Вот Потом мы распрощались И И все Я только знала Что его зовут Борис И его супруга Инара Потом я отправилась К руководителю Реставрации Отдела реставрации Его зовут Риман Сейчас он не работает И говорю Вот человек Попросил Чтобы Посчитать Ну, для Реставрации Сумму Которая нужна Реставрация Бодуара И, может быть Я говорю Серьезно Все Надо Он говорит Ага, сейчас Я все брошу Буду считать Мне больше делать нечего Любой, кто спросит Типа Я буду Ну Отшил, короче, меня Но я не успокоилась Господину Лансмонесу В кабинет Вот Я не помню В тот раз Или попозже Ему объяснила ситуацию Ну да Он дал задание И руководитель Реставрации Посчитал Вот Я не помню точно Но там было Где-то Порядка Десяти Может быть Побольше Тысяч Лат Латов Да И, значит Я позвонила Борису Назвала Он говорит Ну, хорошо Давайте Конт Банковский Сразу же Сразу же Не торгуясь Он нам поверил Понимаете Он вот увидел Я не знаю Да Не торгуясь Не прося Никакого Представления Какого-то Ну, проекта Утверждения Ну, как Ну, он лично Как бы, да Это и была Личная инициатива Но, конечно Потом Они Создались Администрации И все это было Ему Смета Отправлена И все Он готов был Эти деньги Значит Перечислить Но там была Загвоздка Знаете Какая Нет Это было Значит Валютный Ну, валютный Валютный счет Да Не латы Доллары, по-моему А у дворца У музея Счета Валютного не было И я помню Что господин Лансман Съехал в министерство Вот вроде бы Даже с этим вопросом Что можно ли Открыть Спонсорский Валютный счет Или как-то так Да Ну, ему тоже Сказали Ага Сейчас Потому что Это Ну Вал с кассы Да Это наш Государственное учреждение Государственная касса Этими всеми делами Ведала Да 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 Других счетов Не было Ну Такой был вроде бы Ответ Что Можете выйти Из-под контроля Что-то такое Да Начнете Тут валютные Операции Незаконные Ну да На фоне Реставрации Да Ну да И тогда Все равно Значит Эти деньги Были перечислены Но они шли через Не знаю Какие-то иностранные Другие банки Американские Что ли И там Осели проценты Большие Наверное Ну точно И Все равно Все получено было Реставрация состоялась Успешно Открыли будуар Борис Был в восторге Он на самом деле Для него было это Безумно приятно Ну и потом Пошло дальше Что там дальше у вас Дальше спальня Туалет Герцогини Все это было В таком же состоянии Вот В туалете Герцогини Который сейчас Вот Рядом со спальней Там же Тоже безумно Красивый потолок Вообще туалет Очень дорогой Да Вот И он Это все Тоже было Тоже Конечно Отреставрировано И он Был счастлив Вот реально И Мне кажется Что У него Что как бы Это выразило Может что-то Как азарт Такой был Да Ну так Давайте Что еще там Но В 2010 То есть Он Как и Господин Лансманист Стал Считать Это В какой-то Мере Делом Своей жизни Да То есть Ну Не просто Ставил себя В положение Такого Знаете Доброхота Многомиллионную Наверное Программу Реставрации Рунгольдского Дворца Музея Которая Завершилась Уже Открытием Последних Комнат При котором Борис Тетерев Сынарой Участвовали И уже был создан Фонд Да Елена По-моему Так Развивались События В 2010 Году Был официально Создан Благотворительный Фонд Семейный Борис Инар Тетерев По Инициативе Как правильно Сказать Бывшего Тогда Министра Культуры Инта Далдериса Вот И была Принята Программа На три года По окончанию Реставрации Рундельского Дворца На тот момент Ждали Три Очень Серьезные Помещения Которые Просто Очень важные Ну как и все Впрочем Это был Бильярдный Зал Второй Кабинет Герцога И Библиотека Герцога Библиотека Там очень Большие Были проблемы Там еще До этого Тоже Аббанка Помогала И Было По живописи По реставрации Живописи Ну и вот В 2014 Году Ну я думаю Что Аббанк Айскраклосбанк Тоже привлек Тетерев Поскольку Это его Ну такие Довольно близкие Были друзья Эрнест Бернис И Олег Филь И я Я предполагаю Что он Их Втянул В это Дело С Рунтала Не в курсе Ну я Люся Не в курсе Таких Виталий Так что Ну я могу Предположить Что это Так Было Потому что Борис Вообще Был человек Ну такой Широкой Души И Энтузиаст В хорошем В хорошем В самом лучшем Смысле слова Поэтому Он во многие Свои проекты Вовлекал Других людей Да Ну и Вот Эти важные Помещения Они вошли В окончательный Этап Реконструкции Проекта Реконструкции И Вы говорите Что были Проблемы С Бильярдным Залом Или с библиотекой Большие Нет Библиотекой Там больше Было Живых Ну Все это Решили Потому что Там Огловое Помещение Там Протекала Крыша Потом Еще там Была такая Грубая Реставрация 19 Веке Да И Там Да Там Очень серьезно Вот Но я Что хочу Сказать Вот Парис Как раз Это Меценат Да Не Спонсор Спонсор Это Вот Я так Понимаю Да Мецентранское Понятие И это Человек Или там Организации Жертвующие Средства Но Потом Какие-то Льготы Да От этого Получают Рекламные Там Ну Я не знаю А Меценат Это крик души Ничего не требовал Не как наоборот Только давал И давал Вот Ну конечно Там На первом этаже Дворца Стоит Две Мраморных Сталина И там Много табличек Это Это Принц Эрнст Иоган Тоже Это Первый Меценат Рундельского Дворца Но конечно Вот в таких Масштабах Ну конечно Да Хорошо Сейчас мы Немножко Прервемся На Небольшой Рекламный Перерыв Дорогие Радиослушатели После Перерыва Ждем Ваших Звонков По телефонам 672 12 93 9 672 13 93 9 Спрашивайте У Елены Форст Все что вы Хотели бы узнать Про историю Рундельского Дворца Его обитателей И его повседневность Добрый день Радиослушатели Дорогие наши Продолжаем Тему Энтузиастов И Рундельского Дворца Музея Сегодня с нами На связи По скайпу Один из таких Энтузиастов Без которого Рундала Не было бы таким Как мы его знаем Сейчас Это Елена Форст Создатель бренда Церемонии ЛВ И наверное Ну первопроходец В создании Воссоздание Реконструкции Исторических костюмов В первой части Передачи Она рассказала О том Как Ну такая Случайная встреча С Борисом Тетеревым Известным нашим Латвийским предпринимателем Который Был и Российским предпринимателем Вернее Именно в России Он Развил Торговлю Автомобилями Компанию Муса Моторс Москва И в этом качестве Стал достаточно Большим предпринимателем Бизнесменом Состоятельным Человеком И вот Рундалы Наши маленькие Рундалы Ну потому что Это маленький дворец Это дача Это дача Эрнста Иоганна Берона На самом деле Конечно Он Из всех Дворцов Которые Создал Растрелли Наверное Один из самых Маленьких Но для Латвии Это значительный Большой Исторический Культурный Объект Это жемчужина Нашей культуры Так вот Рундалы Стала делом Ну В какой-то мере Делом жизни Бориса Его увлечением Его страстью И он Фактически Вложил Свою душу И Собственное Личное средство В то Чтобы Эта жемчужина Засияла Во всем Своем блеске И вот Елена Форста Была тем Человеком Который Способствовал Тому Чтобы Эта встреча Бориса И Рундалы Бориса И Директора Музея Иммонта Лансмениса Состоялась И так У вашей истории С Борисом Тетеревым Была Еще одна Грань Наверное Вот Та Которую Сегодня Ну В общем-то Питает Ваше творчество Елена Это Реконструкция Исторического Костюма То есть Наверное Именно в период Знакомства С Борисом Родилась Эта идея Создать Платье Доротеи С известного Портрета Герцогини Курлянской Создать Костюм Герцога Петра Берона Герцога Курлянского И Эти идеи Были воплощены И дали Ну Начало Наверное Целой серии Целой галереи Образов Которые Вы воплотили Продолжать Воплощать Курлянской Конечно Я и рисовала И шила Все это уже было Это было И это как-то вот Подтолкнуло И вот Начала Ну вы вообще Человек С фундаментальным Образованием Елена Надо сказать Вы же окончили Академию Петербургскую Художественную Поэтому Это не просто Там Швея Тонкопряха Которая Вдруг Решила Воссоздавать Костюма А это Так сказать Человек Который Занялся На серьезной Научной Базе Этим Да Ну я хочу Сказать Что Если Считать себя Реконструктором То надо Быть Как минимум И рисовать Уметь И Историю Знать Историю Моды Собственно Говоря Мы это Изучаем С сегодняшнего Дня Потому что В 2005 Году Ко мне Подключилась Дочка Элина Тогда еще Только Девятый Класс Закончила И я думала Что Она там Не знаю Какими-то Современными Займется Темами Науками Да Темами Но вот Она продолжает И Слава Богу Но ей Тоже Сейчас Очень Трудно Но неважно Мы все равно Энтузиасты И оптимисты Елена Вот вопрос Такой Исторический Костюм Ведь Все изменилось Технологии Подходы И так далее Вот в чем Особенность Этой работы Можете ли вы Найти Аутентичные Ткани Например Найти Там Не знаю Рисунки Вышивки Или Или это Как бы Вариации Какие-то На тему Как вы Сшиваете Используете ли вы Швейную машинку Или вы это Все руками Делаете Как это было Принято В те Далекие годы Там 200-300 лет назад Конечно Если Мы У нас Как бы Ну Две Группы Костюмов Которые Для Фотосессии Может где-то В парке Маза И мой же В нашей Частной галерее Там Попроще Там что-то Внизу Ринматынки Сшито А вот Если Ты Делаешь Реконструкцию И вот Например Как костюмы По портретам Да Там конечно Надо Эта реконструкция Должна быть Как в то время Ручная 100% Обязательно Ручная работа И вот эти Два То есть Все стежочек За стежочком Все сшивается Вручную Да Первые Да На которые Вот Это даже Вызов какой-то Для меня Было У меня Опыта Такого особо Не было Ну Да И тогда Конечно Мы получили Финансирование И могли Купить В салоне Тициан Ткани Но Аутентичные Это Понятия Аутентичные Значит Из того времени Сохранились А Их Репродукция Аутентичных Тканей И это Сейчас В Италии Во Франции Есть такие Фирмы Которые Создают Именно По Старым Вот этим Шаблонам И Ты заказываешь У них Так Лежат В рулонах Да Эти Товта Шелковая Вышита Они Тебе Выткут Столько Сколько Ты им Задашь Надо тебе Три с половиной Ну это Дорого Конечно Вот столько Ты И Для тебя Конкретно Они На этих Станках По Старой Технологии Выткут Ну Да В 2010 Году Мы С Борисом Да Они Разговаривали И он Говорит Ну вот Вы все Там Для Других Вот Вы Шьете Там Показываете Демонстрируете Что-то серьезное Нет у вас Планов Таких Для меня На самом деле Было так Трогательно Я конечно Мечтала И я говорю Да Я бы хотела Я вот смотрю На портрет Таратей Ну вот Так Как бы Да И В 2011 Году Ей было 250 лет То есть В следующем году 260 Будет Правильно Даратей Да Герцогиня Курлянской Будем Праздновать Делать Да Это Борис Сказал так Нет Это я Говорю Что Что Да Ну По времени И потом Через год Вот Создан И портрет Ой Костюм По портрету Петра Бирона Парадному портрету Который В Украинском дворце Находится Ее супруга Даратей Так что Вот там была 100% Ручная работа И там И в обоих проектах Ушел год По году Да И работали В первом проекте Трое Я И вот Мои партнеры Да И В следующем Было Четыре Нас Было Хорошо А Как родилась Идея Театрализованных Экскурсий Которые Вы проводите И Правда ли Что Именно Борис Тетерев Со своей командой Из Москвы Был одним Из Первых Кто Так сказать Эту Ну Эту церемонию Испробовал Да Ну Борис Это Феномен Это Человек Уникальный Он Очень Творческий Вот Несмотря На такой Очень Серьезный Бизнес Он Еще Был Очень Творческий Человек Да Уже Не говоря О том Что И музыку Сочинял Да И он Своих Менеджеров У него Там В Москве Было Офисов Несколько И Он Им Предлагал Раз в год Наверное Такие Выезды Ну как Тимбилдинг Это называется Да Тематические Тематические И вот В Латвии Конечно Он хотел Что-то Это же В Латвии Да В его Его родина В родине Он хотел Что-то особенное И вот Они сценарии Говорят Ну Лена Ну давай Придумаем Вот такую По-моему Трехдневную Программу Ну может быть Побольше Но вот я С ними Три дня Да По Риге И Рунда В Риге Значит Мы им организовали Встречу Там с фольклором На бастионной горке Еще там были Такие Поиск Вот Как это называется Сокрович Ну да Им надо было Что-то найти По карте Потом Вот во дворике Томского собора Был рыцарский турнир Из-за одной Прекрасной дамы И В музее Фармацевтики У нас было Представление Пластическая операция В стиле Восемнадцатого века А где же вы взяли Пациента Да Дамы Там был Хирургический стол Он был Впереди Закрыт Ширмой И Такая интрига Была Конечно Вот Но суть В том Вот открою тайну Это надо было Выбрать Два нижних ребра У дамы Реально Да Из нее Удали Два нижних ребра По максимуму Затянули корсет Они же Ну буквально соревновались Чем тоньше талия Это же Да И чем Пышнее бедра Панье Это вот был контраст Да Далее И вот такие Юбки Вот Ну Там конечно И смеху было И вопросов И подпрыгивали Заглядывали За эту Ширму Там слышались Крики Визги Скрежет Вот этих Инструментов Да Ну то есть Это все было Понарошку Вы не пилили Реальную даму Мы пилили Да Реально Да Ну понятно Имитировали Потом Зачет Ширма Западает Она появляется Уже затянутая В корсете И Ну Доктор 18 Века С таким Подносом Окровавленным Фартуки И На подносе Лежат там Всякие Плоскогубцы Ржавые И все Шутка Да И два Вот этих Окровавленных Ребра Ну это Было Конечно Фурор Ну это Дань Была Профессией Первой Профессией Бориса Он же ведь Врач По специальности Ну конечно Совпало Потому что Это да Гинеколог По специальности А в Рунделле У нас был бал Там было В парке Представление Реконструкция Наполеоновского Там Такого Ну типа Маленькой войны Потом Во дворце Потом все пришли Переоделись Бал И вот Тогда Борис Значит Подволил себе Ну такую Роль Герцога Он сидел В кабинете На который Его Ушли Его финансирование За столом В кабинете Герцога Ну это Костюмы Моего Дели И он Раздавал Своим Менеджерам Или как Тогда Придворным Да Грамоты И дарил им Там мы Острова Земли Вот Ну очень Это он все сам придумал И это было Очень творческий Потом он в спальне Там на кровати Полежал Вот мы его Будили Одевали Такое было Прекрасное Представление Я все До сих пор Помню Вспоминаю Бориса Просто Очень С большим Теплом И Да Грустно Что его нет Да К сожалению Борис Тетери В прошлом году Ушел из жизни Ушел Фактически Молодым Человеком Ну Едва 60 лет И Конечно Для Латвийской Культуры Это большая Потеря Потому что Реально Этот человек Очень много Сделал Для того Чтобы Ну Вообще Возродить Традиции Меценатства И Относиться Показать Всем Как Надо Относиться К своей Земле К К Своей Стране Как Надо Ее Любить И Любить Деятельно Не Просто На словах Но И Делать Что-то Для того Чтобы Она Становилась Красивее И Лучше Но Елена У меня Вот такой Вопрос Связанный С реконструкцией Костюма Я Не Думаю Что В Латвии Существуют Какие-то Традиции На эту Тему Да То есть Вам Приходилось Вероятно Собирать Информацию По Крупицам Из разных Источников Вот Какими Источниками Вы Руководствуетесь Где Вы Пополняете Свой Так Багаж Ну Чисто Ремесленный Да Вот Какими Нитками Шить Какие Ткани Использовать Какие Мотивы Вышивки Применять И так Далее Ну Фактически Можно ли Вас назвать Одним из Родоначальников Реконструкции Исторического Костюма И можно ли Это Ваш опыт Как-то обобщить Может быть В каком-то Ну Думаю Думаю Будет Процветать В будущем А в Латвии Фактически Это Ну Такие Штучные Вещи Да То есть Я не знаю Много ли Людей Которые Имеют У себя В гардеробе Какие-то Исторические Платья Да Он владеет Намного Богаче Может Все Это Для себя Мода Конечно Франция Это Источник Очень Богатый Да Информация О моде Но Главное Знаете Что главное Главное Это Увидеть Оригиналы Ну И еще Конечно Самое Было бы Идеальное Это Потрогать Посмотреть Подкладку Да Вот Не только В витрине У меня Такая Возможность Была В Петербурге Во дворцах В Гатчине В Павловске И То есть Они Зная О том Что вы Искусствовед И что Вы Занимаетесь Ну Как бы Профессионально Этой темой Они вас Спустили В закрома Родины И Просто Показали Святая Святых Да Этих 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 Но Рундальский дворец Тоже За последние годы Приобрел Несколько Нарядов 18 века И в Югинске И Это у меня Была возможность Подойти И вообще Все рассмотреть Сейчас Буквально В феврале Были Гатчинские Коллеги И Мы пошли В фонды И там Я увидела Только-только Вот Купили Две Два Жилета 18 века С вышивкой И вот У меня Такое было Счастье Все это Посмотреть И потрогать И увидеть Левую сторону И швы Ну конечно Там Эти вещи Это вообще Чудо Что они Вообще Сохраняются С 18 века Потому что Когда я взяла На себя Костюм Он у меня Начал расходиться Через 3 сезона На 3 сезон Вот я показывала Да Натуральный шелк Вот Ну вот Все это вместе Этот опыт И потом Ты начинаешь Уже Как-то И Попелировать И я вот Есть конечно Возможности Купить по интернету Готовые выкройки Комплекты Да Вот American Duchess Есть такой портал Разные Но Я Как-то вот Смотрю на корзину И я Смотрю Подхожу к маникену И пытаюсь Воспроизвести И вот думаю Ну Я неправильно Делаю Но Один раз Я слушала Интервью С Юдашкиным Модельером И он говорит Настоящий модельер Это не тот Кто берет Готовую выкройку А тот Который моделирует На фигуре Я так Обрадовалась Я Сама моделирую Ну Глядя Скажем На Репродукцию Или Ну я говорю Конечно Оригинальные Это увидеть И потрогать Это большая редкость Но тем не менее Ну А вот эти конструкции Панье Корсеты Вот у меня тут Прям далеко не надо Ходить под рукой Корсет 18 Ну По Конструкции 18 века Вот с этими С китовым усом Внутри Ну Почти Наподобие Китового уса Наверное Современные Какие-то уже Материалы Эластичные Елена нам показывает Через скайп Через камеру Да И шнуровка Спереди И сзади Да То есть Он весь Двигается Да Спереди Это Костюма Который Новый Костюм А сколько Вашей коллекции Уже Платьев Сюртуку Который Сколько В мае Уже Должен Был Участвовать В программах Но видите Все на манекенах Пока Хорошо Сколько Вашей коллекции Уже Костюмов Ну Как бы Основных Каких-то Исторических И таких Которые Ну Воспроизводят Эпоху Ну Вот В галерее Маза Мойжа Которая Находится В Гринстоле Где В частном доме Где живет моя дочь Там Примерно 30 костюмов Около 30 25 Так Вот Таких Серьезных И Которые Вот на манекенах Конкретно в галерее Сейчас Мы как бы Их уже не хотим Так особо Использовать Ну конечно Главные Это Костюмы Герцога Герцогини Курлянских Вот А если Взять В общем Я же Делала Проекты Не только Для себя А На европейское Финансирование Было Для усадьбы Лилверцева Для Елгавского Дворца Тоже могу Не отходя Далеко Показать Тоже По портрету Только Это Дочь Герцогини Доротея Младшая Дино Вот Есть один портрет 1818 года И они захотели Вот И мы сделали Потом Для Танцевального Коллектива Лил Платона Костюмы Сделали Да Такого Типа Для танцоров Они Минул Ваши костюмы И Марис Купч Делал Постановки Опер 18 Века Это тоже Все Аутентично Выглядело И Публика Могла Это видеть Елена Очень приятно Было С вами Сегодня поговорить Время передачи Подходит К концу Я думаю Я думаю Что мы Когда-нибудь Еще раз Вернемся К теме Рундельского Дворца Моды Рококо Судьбы Эрнста Иоганна Бирона Его сына Петра Герцогини Курлянской Которая Была Знакома Со всеми Монархами Своего времени И Ее дочь Которая Была Последней Спутницей Жизни Толерана Вся Эта История Да Она К сожалению Мало Известна Не отражена В учебниках Но Она Совершенно По-другому Позволяет Взглянуть На роль Курляндии В Историческом Процессе Европы И На Ценность Людей Которые Жили На этой Территории И Которые Вписали Своё Имя В Историю К сожалению Есть Люди Которых Мы Которым Мы Благодарны И которых Мы не можем Уже теперь Лично Поблагодарить Это Борис Тетерев О котором Мы сегодня Вспомнили Меценат Предприниматель Замечательный Человек Благодаря Которому Состоялась Окончание Реконструкции Рундельского Дворца И он Засиял Всеми Своими Красками А познакомила Его С Рундельским Дворцом Елена Форса Наша Сегодняшняя Гостья С которой Мы говорили По скайпу И Большой Энтузиаст Эпохи Рококо И всех Прочих Исторических Эпох Надеюсь Что когда Нибудь Елена Найдется Меценат Который Издаст Вашу книгу По историческому Костюму Богато иллюстрированную С Пояснениями И рекомендациями Как это все делалось Вот А сегодня Мы заканчиваем Программу Очевидец На этой Прекрасной Ноте Желаем всем Хороших выходных И всего доброго Продолжение следует